Виктор Травынский. Двадцать лет под кроватью. Никогда я не забуду этот зимний вечер. На дворе было холодно, ветер тянул сильный. Прямо резал щеки, как кинжал. Снег вертелся со страшной быстротой. Тоскливо было и скучно. Просто вычхотелось. А тут еще папа и мама ушли в кино. И когда Мишка позвонил по телефону и позвал меня к себе, я тут час же отделался и помчался к нему. Там было светло и тепло, и собралось много народу. Пришла Аленка, на ней Костик и Андрюшка. Мы играли во все игры, и было весело и шумно. А под конец Аленка вдруг сказала, «А теперь в прятки, давайте в прятки!» И мы стали играть в прятки. Это было прекрасно, потому что мы с Мишкой все время простраивали так, чтобы водить выпадало Маленьке, Костику или Аленке. А сами все время прятались и вообще водили малышей за нос. Но все наши игры проходили только в Мишкиной комнате. Это довольно скоро нам стало надоедать, потому что комната была маленькая, тесная. И все время прятались за квартиру, или за шкаф, или за сундук. И в конце концов мы стали потихоньку сплескиваться из Мишкиной комнаты и заполнили своей игрой большущий длинный коридор квартиры. В коридоре было интереснее играть, потому что возле каждой двери стояли вешалки, а на них висели пальто и шубы. Это было гораздо лучше для нас, потому что, например, кто водит и ищет нас, тот уж, конечно, не сразу догадается, что я притарился за Мерсёменной шубой и сам влез в валенке, как раз под шубой. И вот, когда водитель выпала Костик, он отвернулся к стене и стал громко выкрикивать. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать опять! Это считалось как бы вторым звонком. Мишка сейчас же залез на подоконник, Аленка за шкаф, а мы с Андрюшкой выскользнули в коридор. Тут Андрюшка недолго думая о лес под шубой Мари Семёновной, где я всё время прятался, и оказалось, что я остался без места. И я хотел дать Андрюшке подзатыльник, чтобы он освободил моё место. Но тут Костик крикнул третье предупреждение. Пора, не пора, я иду со двора. И я испугался, что он меня сейчас увидит. В тает мушке я совершенно не прятался. И заметался по коридору туда-сюда, как подстрелянный заяц. И тут в самое важное время я увидел раскрытую дверь и вскочил в неё. Это была какая-то комната, и я в ней на самом видном месте у стены стояла кровать, высокая и широкая. Так что я моментально нырнул под эту кровать. Там был приятный полумрак, и лежало довольно много вещей. Я стал сейчас же их рассматривать. Во-первых, под этой кроватью было очень много туфель разных фасонов, но всё довольно старое. А ещё стоял плоский деревянный чемодан, а на чемодане стояла алюминиевая корыта, вверх тормашками. И я устроился очень удобно. Голову на корыто, чемодан под поясницей, очень ловко и уютно. Я рассматривал тапочки, шлёпанцы, и всё время думал, как это здорово я спряталась, и сколько смеху будет, когда Костик меня тут найдёт. Я отогнул немножко кончик одеяла, который свешивался со всех сторон, до пола, и закрывала от меня всю комнату. Я хотел глядеть на дверь, чтобы видеть, как Костик войдёт, и как будет меня искать. Но в это время в комнату вошёл никакой не Костик, а вошла и Просиня Петровна, симпатичная старушка, но немножко похожая на бабу Ягу. Она вошла, вытирая руки о полотенце. Я всё время потихоньку наблюдал за ней. Думал, что она обрадуется, когда увидит, как Костик вытащит меня из-под кровати. А ещё я для смеха возьму какую-нибудь её туфлю в зубы. Она тогда наверняка упадёт от смеха. Я был уверен, что вот ещё секунды или две промелькнут, и Костик обязательно меня обнаружил. Поэтому я и сам всё время смеялся про себя, без звука. У меня было чудесное настроение. Я всё время поглядывал на Ефросиню Петровну. А она тем временем очень спокойно подошла к двери. И ни с того ни с сего плотно захлопнула её. А потом гляжу, повернула ключик и готова. Заперлась. Ото всех заперлась. Вместе со мной и корытом. Она заперлась на два оборота. Помните, сразу стало как-то тихо и зловесие. Но тут я подумал, что это сейчас она заперлась. Ненадолго, на минутку. И сейчас отоплёт дверь. И всё пойдёт снова, как по маслу. И опять будет смех и радость. И Костик будет просто счастлив. Что вот? Он в таком трудном месте меня отыскал. Потому я хотя оробел, но не до конца. И всё продолжал посматривать на Ефросиню Петровну. Что же она будет делать дальше? А она села на кровать. И надо мной запели и зажертали пружины. И я увидел её ноги. Одна одну за другой скинула с себя туфли. И прямо в одних чулках подошла к двери. И у меня от радости заколотилось сердце. Я был уверен, что она сейчас отопрёт замок. Но не тут и было. Можете себе представить. Она чик и погасила свет. И я услышал, как опять забыли пружины над моей головой. А кругом промежная тьма. Ефросиня Петровна лежит в своей постели. И не знает, что я тоже здесь. Под кроватью. Я понял, что попал в скверную историю. Что теперь я в заточении, в ловушке. Сколько я буду тут лежать? Сейчас, если час или два. А если до утра? А как утром вылезать? А если я не приду домой? Папа и мама обязательно сообщат в милицию. А милиция придёт с собакой и щейкой. Клички Мухтар. А если в нашей милиции никаких собак нету? И если милиция меня не найдёт? А если и Красиня Петровна проспит до самого утра? А потом утром пойдёт в свой любимый сквер. На целый день. И снова запрёт меня, уходя. Тогда как? Я, конечно, поем немножко из её буфета. И когда она придёт, придётся мне лезть опять под кровать. Потому что я съел её продукты. И она отдаст меня под суд. Чтобы избежать позора, я буду жить под кроватью целую вечность. Ведь это самый настоящий кошмар. Конечно, тут есть плюс, что я всю школу просижу под кроватью. Но как быть с аттестатом? С аттестатом зрелости? Вот в чём вопрос. Я под кроватью за 20 лет не то, что созрею, я там вполне перезрею. Тут я не выдержал. И созвёзь, как тарахнул кулаком по корыту, на котором лежала моя голова, раздался ужасный грохот. И в этой страшной тишине, при погашенном свете и таком моём жутком положении мне этот стук показался раз в 20 сильнее. Он просто оглушил меня. И у меня сердце замерло от испуга. А Ефросиня Петровна надо мной, видно, проснулась от этого грохота. Она, наверное, давно спала. Мирным сном. А тут, пожалуйте, тарах, тарах из-под кровати. Она полежала маленько, отдышалась и вдруг спросила темноту слабым, испуганным голосом. «Караул!» Я хотел ей ответить. «Что вы, Ефросиня Петровна? Какой там караул? Спите дальше. Это я, Дениска». Я всё это хотел ей ответить. Но вдруг вместо ответа, как чихнул во всю Иванскую. Да ещё со свистком. «Апчхи-чхи-чхи!» Там, наверное, пыль поднялась под кроватью. Ото всей этой возни. Но Ефросиня Петровна после моего чихания убедилась, что под кроватью что-то происходит. Что-то неладное. Здорово припугавшись, и закричала уже не с вопросом, а совершенно утвердительно. «Караул!» И я, непонятно почему, вдруг опять чихнул. Изо всех сил. С каким-то даже подвыванием. Чихнул вот так. «Апчхиу!» И Ефросиня Петровна, как услышала этот второй, так закричала, ещё тише и слабее. «Грабят!» И видно сама подумала, что если грабят, так это её нуда, не страшно. А вот если... И тут она довольно громко залопила. — Режут! Вот какое вранье! Кто ее режет и за что? И чем? Разве можно по ночам кричать неправду? Поэтому я решил, что пора кончать это дело. Раз она все равно не спит, мне надо вылезать. И все подо мной загремело, особенно корыто. Ведь я в темноте не вижу. Грохот стоит дьявольский. Алифросиня Петровна уже слегка помешалась и кричит какие-то странные слова. — Горобух! Караулят! А я выскочил и по стене шарик «Где тут выключатель?» Нашел вместо выключателя ключ и обрадовался, что это дверь. Повернул ключ, но оказалось, что я открыл дверь от шкафа. И тут я же перевалился через порог этой дверки и стою и тычусь в разные стороны. И только слышу, мне на голову разное брахло падает. Не проси, не Петровна пищи, а я совсем онемела от страха. А тут еще кто-то барабанит настоящую дверь. «Эй, Дениска, выходи сейчас же! Нефросиня Петровна, отдайте Дениску!» За ним его папа пришел. И папин голос. «Скажите, пожалуйста, у вас нет милого сына?» Тут вспыхнул свет, открылась дверь, и вся наша компания ввалилась в комнату. Они стали бегать по комнате, меня искать. А когда я вышел из шкафа, на мне было две шляпки и три платья. Папа сказал, «Что с тобой было? Где ты пропадал?» Костик и Мишка сказали тоже. «Где ты был? Что с тобой приключилось? Рассказывай!» Но я молчал. У меня было такое чувство, что я и в самом деле просидел под кроватью ровно двадцать лет.